обычно современные люди представляют солдата красной армии как человека в гимнастерке который не имел никакой защиты кроме каски но на самом деле еще задолго до начала великой отечественной войны руководство ссср решила создать прообразы сегодняшних бронежилетов это были нагрудники которые лишь отдаленно напоминали современную защиту их производство никогда не было массовым как в случае с касками но насколько подобная защита была эффективна в бою вообще защита для человеческого тела появилась еще во время первой мировой войны первые защитные нагрудники использовали французы англичане и немцы в россии же вплоть до возникновения советского союза о защите тела не думали лишь в 1930-х годов началась разработка защиты бойцов от пуль и снарядов руководство страны поставила непростую задачу нужно было создать сталь которая обладала бы пули стойкостью была достаточно пластичной и удобный инженер пижорского завода венблат в 1937 году разработал проект он представлял собой защитный нагрудник состоящий из двух частей первая его часть была передней и могла защитить от пули ножа и штыка вторая же часть снизу крепилась к нагруднику и ее задачей была защита живота таким доспехом должны были пользоваться кавалеристы штурмовики и представители моторизованной пехоты но данный нагрудник не стали запускать в массовое производство потому что в 1938 году венблата арестовали а его проектом занялся другой завод в результате с началом великой отечественной войны в ссср стали производить нагрудники которые хорошо защищали от пуль и мелких осколков они стали еще совершеннее и надежнее даже при взрыве снаряда или гранаты поблизости воин мог рассчитывать на то что останется в живых несмотря на все старания массово эти доспехи производить так и не стали зато почти все солдаты которые их носили дожили до победы над врагом наибольшее количество нагрудников поставлялась на фронт в 1943 году солдат которые их носили стали называть панцирными пехотинцами представьте сколько бы смогли сохранить человеческих жизни если бы ссср занялся созданием броневой защиты бойцов более усиленно и желательно до наступления войны стоит отметить что нагрудники не были рассчитаны на полевые условия а предназначались для уличных перестрелок с противником таким образом впервые убедиться в защитных способностях нагрудников советское руководство смогло только во время сталинградской битвы сражения на улицах во время нее происходили постоянно также подобные бронежилеты хорошо себя зарекомендовали когда советская армия штурмовала поздань кенигсберг и бреслав после того как война завершилась нагрудники были забыты от последующих разработок бронежилетов в красной армии отказались и начали возрождать более активно период войны в афганистане а у вас друзья есть какие то мысли на этот счет напишите в комментариях поддержите нас подпиской лайком и репостом